Всем привет, это Мишаман и сегодня мы разберем вторую и третью часть манифеста баланса разработчиков в предстоящей лиге 3.16 Scourge. И сегодняшний разбор коснется дефенсов персонажей, а также восстановления аур и дамаж вертайм билдов. Ну что же, поехали, начнем с дефенсов. Базовая дефенса персонажа и восстановления, целью изменения этих параметров является усиление базовых дефенсов, а именно армора и эвейшена, для брони и уклонения, а также добавление большего количества защитных опций для всех подклассов. Таким образом были переработаны формулы армора и эвейшена, делая их фактически в два раза более эффективными, более сильными. Конкретные цифры приведены в самой новости, можете посмотреть, есть также уже на ютубе народ разобрал, там в эксельчике посчитал, что выгоднее. Фактически у нас идет линейный скеллинг и просто они стали в два раза лучше. Но при этом не обошлось и без нерфов некоторых механик. В связи с тем, что базовые дефенсы армора и эвейшена стали значительно сильнее, додж был, ну вернее, додж атак, да, у ворот атак был полностью убран из игры. Теперь акробатика будет переводить, значит, новый модификатор Spell Suppression в Spell Dodge. И это будет единственным, единственным в игре источником Spell Dodge, по крайней мере, из того, что мы знаем сейчас. Что же касательно нового модификатора Spell Suppression? Это модификатор, который позволяет с некоторым шансом получить в два раза меньше урона от заклинаний. И при этом, в отличие от блока, Spell Suppression может стакаться до 100%. То есть, очень реально будет, судя по всему, собрать 100% Spell Suppression и при этом получать стабильно в два раза меньше урона от заклинаний, что на самом деле очень-очень сильная опция для большинства билдов, у которых есть реген, который, как мы разберем позже, тоже бафнет. Так что это суперсильная дефенсовая опция. Также нет пока что никакой информации о взаимодействии блока Spell Suppression. Так что, скорее всего, они будут стакаться мультипликативно. То есть, одно на другое будет накладываться, и мы сможем использовать как Spell Suppression, так и Spell Block, так и обычный блок. И все это комбо в сочетании с увеличением ценности и качества армора и пейджена и регена, оно будет довольно сильным в плане дефенсы. Снова, возвращаясь к акробатике, она, как мы уже сказали, переводит Spell Suppression в Spell Dodge, но при этом значение доджа будет в два раза меньше. То есть, чтобы набрать 75% Spell Dodge, нам нужно будет 150 Spell Suppression и Акробатика. То есть, Акробатика, еще раз повторю, она не будет давать нам dodge атак, она будет давать только dodge спло. Не думаю, что набрать 150% Spell Suppression будет не по сильной задаче, поскольку в ветку добавит новый Keystone, который называется Mage Bane. С ним за 15 дексы, за 15 ловкости мы будем получать 1% Suppress Spall Damage, однако декса не будет нам давать при этом прибавку к шансу уклонения. Но это неплохо, чем больше у нас будет эвэйжена, тем менее выгодно продолжать его настакивать, и на персонажах с высокими показателями ловкости, или на декстакерах, например, очень-очень эффективно будет вкладываться в данный Keystone. И, соответственно, Spell Suppression будет легко получить. Ну, или Spell Dodge. На ваш выбор. Из минусов изменений, пока что новый Wind Dancer смотрится довольно плохо, так как теперь вы будете получать больше урона, если по вам попали последние 4 секунды. И это делает его значительно слабее, и пока что нет какой-то большой причины его брать на билдах даже с высоким эвэйженом, поскольку если у вас практически кап эвэйжены на билде, то вам не нужен Wind Dancer, если он, по-моему, попадет у вас и так кап эвэйжен, и куда он еще увеличится. Вот, и при этом вы только будете получать по лицу сильнее в следующий раз. Ну, в общем, не знаю, надеюсь, они что-то сделают с Wind Dancer, потому что пока что он смотрится слабо. Также из нервов Blind стал слабее, то есть ослепление, и оно будет снижать точность врагов не на 50%, а на 20%. Но при этом враги получать на 20% больше тычек, у них их эвэйжен рейтинг снизится на 20%, если они под ослеплением. Не совсем понятно, как это скажется на жизни саботера, по крайней мере на ХЦ. Не знаю, пока что по поводу ноды на ослепление непонятно, нет информации, что оно будет давать нового нам. Не обошли стороной и армор. Так же, как и в случае с эвэйженом, он стал работать практически в 2 раза более эффективно при всех значениях, и базы предметов станут так же лучше, как и для эвэйжена. Для того, чтобы помочь билдам в стороне старта темплара, в левой верхней части ветки, будет добавлен кистон, который будет давать дополнительную регенерацию при поглощении входящего физического урона с помощью армора, что довольно круто. Так же, в ветке пассивных имений появится больше способов восстановления здоровья и больше максимум резистов в левой части ветки. Это сделано для того, чтобы билдов в левой части ветки были, ну у них была более простая возможность и больше опций для того, чтобы поглощать элемент алл урона. При этом регена станет больше, но регены с нодов на эндюранс чарджи сдвинут или уберут в другое место. То есть фокус именно на регенерацию будет смещен с эндюранс чарджи на специальные ноды, которые ему посвящены. Это не понравится некоторым билдам, но практически уверен и все указывает на то, что регены не станет меньше. В принципе, просто паттернг немного изменится. При этом на шмотках роллы на реген будут ощутимо больше и нам обещают значение плоского регена порядка 2-3% от максимального запаса здоровья. То есть если у вас на шмотках будет на каждой шмотке по несколько сотен регена, то это смотрится не так уж и слабо, честно говоря. По крайней мере, поначалу. Фортифай, как и обещали, скорее всего будет привилегией персонажей ближнего боя, так как будет иметь большую эффективность. В зависимости от того, чем больше мили дэмэдж мы наносим. То есть чем сильнее мы стукаем, тем больше у нас эффект фортифая. По поводу эффективности Vigilant Strike'а пока никакой информации не было. Непонятно, будет ли иметь СВСЛ менять сет оружия на каком-нибудь лучнике для того, чтобы получать фортифай. Это пока не ясно. Чемпион при этом сохранится в фортифай и будет одной из самых популярных опций для ХК персонажей с луками, судя по всему. Ничего удивительного. Касательно изменения подклассов, основные изменения претерпят Гладиатор, Трикстер и Райдер. У Гладиатора вместо халявного блока заклинаний будет скорее всего Лаки Блок, но пока это не 100% нефа. Что на первый взгляд выглядит, конечно, похуже, но при этом на самом деле все не так уж и плохо. Особенно вкупе с новым Кейстоун, который делает Кабблок равным 50 и все значения блока выше 50 переводит в Блок заклинаний. Что очень прикольно, но не только для Гладиатора, но и для всех остальных в принципе тоже, если вы можете набрать больше 50 Блоков. И стоит отметить, что, опять же, если у Гладиатора будет Лаки Блок, то по значениям это получается примерно то же самое, что и Кабблока, Кабспелл Блока. Тут уже будет зависеть от того, от конкретных изменений в подклассах, которые нам пока не показали. Райдер изменится слабый, изменится вординг, да, и описание некоторых пассивок, возможно добавится Spell Suppression вместо Spell Dodger. Это мое предположение, может быть, что будет там, не знаю, какой-то Avoid Damage from Attacks and Spells, но пока, опять же, точной формулировки у нас нет. При этом суть персонажей не должна значительно измениться. У Трикстера же заберут Гошерауды, но не стоит огорчаться, эти Гошерауды поместят в основную ветку между Шэдоу и Вичкой. То есть, вы все еще сможете получить Гошерауды на Трикстере, но при этом вы сможете получить их и в других подклассах, что на самом деле очень интригует. На что заменят Гошерауды у Трикстера, пока неизвестно. Его, да, просто поместят пока что в ветку, не знаю, не знаю. Сильно зависит от того, чем именно его заменят, то, насколько Трикстер будет интересен. Переходя к билдам в верхней части ветки, мы тут много чего интересного увидим и узнаем в 3.16. Кроме более хорошей защиты за счет усиления базовых дефенсов, как уже упоминалось, Гошерауды и Реген за счет Армора будут доступны в качестве кейстоунов. То есть, базовый уровень защищенности персонажа увеличится в верхней части ветки. И больше упор будет сделан на речардж энергосчета для билдов, которые базируются на энергосчете. Появится огромное количество модификаторов скорости начала перезарядки. И при этом кейстоун викид вард, который позволяет, не сбивая речарджей, перезаряжать свой энергосчет, станет значительно сильнее. То есть, на ЕС билда будет вполне реально играть через речардж энергосчета, а не через Реген. И можно будет вполне реально снизить время начала перезарядки до половины секунды, что очень быстро. То есть, вы получили урон полсекунды и у вас взлетает ваш энергосчет. И это очень-очень-очень сильно смотрится, честно говоря. При этом, опять же, база предметов станет лучше. Энергосчета примерно на 20% на шмотку будет больше. Крафты на качество, говорят, должны убрать, но при этом добавят возможность тропать предметы с встроенным качеством, которое нельзя ничем менять. Аналогичные механики есть в Диабле, наверняка вы про них видели, слышали. Не знаю, очень разные мнения по этому поводу разных людей. Но, не знаю, мне не кажется, что это повлияет сильно на игру. Это будет просто дополнительной строчечкой на шмотке, которую можно будет пытаться набивать и находить себе более прикольные предметы. На трейде, скорее всего, все просто выключат качество базовое на третий день лиги меньше, чем 15 и не будут поднимать другие базы, если честно. Резервация, да, так, резервация, да. Резервация поговорим чуть позже. Много небольших изменений коснулись определенных модификаторов на предметах. У нас станет, в принципе, больше блока, больше регенерации, больше постепенного урона и больше возможности добирать иммунг статусом. Не буду вдаваться в подробности в рамках данного видео. Вы можете посмотреть всю новость, ссылочка в описании будет, и все увидите в конкретных модификаторах. Лучше поговорим об остальных изменениях, а именно об аурах и постепенном уроне. Резервация маны теперь считаться будет по-другому. Теперь вместо параметра Reduced Mana Reserve, то есть уменьшения количества маны, которые мы резервируем, у нас будет Reservation Efficiency, то есть эффективность резервации. Базовое значение эффективности резервации любой ауры равна 100%. И чтобы снизить резервацию ауры в 2 раза, нам нужно набрать 200%. Чтобы снизить резервацию в 3 раза, нам нужно набрать, правильно, 300%. Ну, вы поняли. Короче говоря, это огромный буст билдов, которые резервят мало ауры, потому что 150% ауры вместить будет гораздо проще при малых вложениях. При этом же сами защитные ауры станут гораздо более сильными. Determination Aura будет давать плоский армору, добавок процентному, Grace наоборот, добавок к плоскому, будет давать много процентного урона. Tempest Shield переработает, он теперь резервирует ману 25% и дает при этом Spell Block, неизвестно сколько пока точно, и также он дает иммунитет к шоку. Flash and Stone снова будет резервировать 25%, как и раньше, так как ослаблено было ослепление. Это все огромное количество опций дает нам для резерва ауров билды, которые не хотят настакивать кучу аур. Все источники уменьшения резерва маны при этом фактически будут заменены на Reservation эффективность, но значения их будут увеличены примерно вдвое. Курса ботов, ауростакеров, ауроботов все эти изменения, конечно, значительно сильно зарезали, затронули и уничтожили. Я не делал точных расчетов, не буду говорить, что все эти персонажи мертвы и никогда ими не поиграть. Я не буду делать столь сильных заявлений, поскольку на данный момент я пока не считал ничего касательно этого. Но с большой вероятностью это так. Теперь увеличение эффекта как аур, так и общего всех курсов сразу почти нереально найти нигде. А увеличение эффективности резерва будет на маленьких кластерах вместо средних. Таким образом у нас будет меньше источников эффективности, у нас будет меньше источников резервации. И последнее, о чем хотелось бы поговорить, это элементал билды, которые используют постепенный урон. Такие как колдот, такие как игнайт билды. Эти билды все время полагались на элементал оверлоуд и элементал эквилибриум, что было достаточно скучным и сильно ограничивающим эти билды. Потому что вам все время нужно было в любом билде, который использует данные механики, брать элементал оверлоуд, элементал эквилибриум и других опций у вас в общем-то не было. Чтобы изменить данную ситуацию, разработчики определили решение ослабить элементал оверлоуд и элементал эквилибриум, а при этом поднять урон всех обилок, которые наносят постепенный урон элементал. Таким образом элементал оверлоуд больше не бафает урон других скиллов, то есть если вы прокнули каким-то скиллом элементал оверлоуд, то он работает на него. Вы не можете прокнуть его, условно говоря, сферой молнии и увеличить урон от вашего рэфа. Нет, так работать не будет. И при этом элементал эквилибриум не дает больше понижения 50 резистов, он дает экспозер на 25 резистов. То есть они были реально значительно ослаблены. Но при этом, если не вдаваться в подробности, да, и учесть, что все скиллы, которые наносят элементал дэмэдж, отыгнают либо же от колдота, урон этих обилок был повышен в где-то полтора-два раза, да, от 50 до 70% морму тепла ранее получили из того, что у нас есть сейчас информация, то практически все билды будут наносить схожее количество урона с тем, что есть сейчас, либо большее количество урона в зависимости от обилки. Это уже нужно будет конкретно побить. Так что я бы не был слишком расстроен из-за нерфа его или ЕЕ, но ликовать тоже не стоит, потому что наверняка какие-то билды от этого немного пострадают, но уверен, что в целом это изменение гораздо более интересным решением является, нежели чем то, что было ранее. Вот, пожалуй, и все. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что мне реально интересно посмотреть, почитать мнение других людей, как вы воспринимаете данные изменения для игры, что нравится, что не нравится. Буду рад все это узнать, увидеть. Не забывайте поставить лайк под данным видео, если вам понравился данный обзор. И заглядывайте на Twitch и в Discord, чтобы не пропустить новости и пообщаться в прямом эфире. Это был Нишиман, пока.